Благодарим нашему Богу. Благодарим команду Ламбмаркер Министрей. Мы благодарим нашего Бога, нашего Господа за то, что присылает своих детей. Аллилуйя. Буквально пару минут, когда была хвала, я просто молился. Я говорю, если, Господь, у тебя еще есть слово к народу твоему, то открой. И вы знаете, пришло такое очень короткое откровение, которым я хотел бы поделиться. Существует очень много форм веры в Бога, искания Бога. Существует несколько уровней поклонения, хождения перед Богом. И вы знаете, лично мне Бог открывает, это по моему жизненному, такому христианскому опыту, что самый низкий уровень хождения перед Богом, это уровень, когда мы грешим и каемся. Каемся и грешим. И даже в некоторых церквях поются такие песни, это не воссуждение, это так. Ой, я грешник бедный, Господи, прости меня. И возвеличивается сила греха о том, что мы всю жизнь боремся с грехом, мы не можем с ним справиться. На самом деле продолжается просто власть греха, как будто бы мы, верующие в Иисуса Христа, не получили свободы через кровь Иисуса от власти греха. Это очень низкий уровень, и это начальное, ну, просто очень важно его пройти. И все мы его проходим. И когда мы его проходим, когда мы получаем власть над грехом, потому что даже в книге Бытие уже написано, но ты господство над ним. Грех стучится в дверь, помните, да, это обращение? Но ты господство над ним. И следующий уровень, это уровень, когда мы получили какую-то власть, получили какую-то веру и начинаем у Бога просить. И вот мы начинаем просить, мы просим у Бога, Господи, дай то, Господи, дай это, Господи, дай здоровье, дай разума, дай жизни. И это тоже хорошо. Но, вы знаете, ну, когда мы просим только для себя, ну, как бы это одна из форм такого духовного эгоизма, и следующий уровень, это когда мы начинаем просить уже не для себя, а уже просим для своих родных, это уже очень хорошо для своих детей, для своих братьев, для своих сестер, для своих родителей, для тех, кого мы, может быть, знаем не очень хорошо, кто нас обидел, кто нас оскорбил, мы молимся за них, и это уже очень хороший уровень. Следующий уровень, на который мы переходим, это уровень благодарения. И вы знаете, это уже уровень веры, это Богу нравится. Когда мы уже Бога начинаем благодарить, Господи, я получил, я доволен, у меня есть то, у меня есть это, дети мои благословенные, родители мои в Господе, я имею хорошее здоровье, долгих лет жизни, да, спасибо Тебе, Господи. За все то, что Ты дал мне, за Твою защиту. Хороший уровень, уже Богу нравится. Но вы знаете, что, вот что демонстрирует сегодня команда Ламб Маркер, которая приехала к нам из Сеула, из Южной Кореи, 7 тысяч километров, только подумать, вот этот сам перелет. Отделили себя. И вы знаете, следующий уровень нашего поклонения Богу, это уровень хвалы. Уровень хвалы. Это когда мы начинаем славить Господа, и говорим, слава Тебе, Господь, хвала Тебе, и поклонение. И Библия говорит о том, что Бог ищет. Слышите меня? Бог, вот кто-то ищет Бога, а Бог кого-то ищет. Вот кто-то ищет, те, кто просит их, кто-то хочет получить что-то в Бога, они ищут Бога. А вот есть люди, которых Бог сам ищет. И Библия говорит, что Бог ищет себе поклонников. Это Библия говорит, это не я придумал. Бог ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему в духе и в истине. Которые вот просто действительно в духе и в истине поклоняются Ему, воздают Ему достойную хвалу. Кого мы видим сегодня на сцене, это поклонники. Это истинные поклонники. Слава нашим Богу! Но я хотел бы сегодня сказать, самый высший уровень хождения перед Богом. И Библия тоже об этом говорит, и вы можете прочитать это у пророка Исаии в 6 главе. История, где пророк увидел, как небеса открылись, и серафимы Господни восклицают постоянно. Это 24 часа в сутки. Это 365 дней в году. Это, ну там, в вечности. Это что? Это свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его. Свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его. И давайте мы для себя что-то откроем. Это откровение. Когда мы освящаем, посвящаем себя Богу, когда мы выходим на Его уровень. Сегодня пастырь Йонг об этом проповедовал. Выйти на уровень Бога. Когда мы выходим на уровень Его святости, благодаря крови Иисуса Христа, приходит святость. Вы знаете, на самом деле, и только в этот момент, не в тот момент, когда мы каемся, приходит Божья слава на эту землю. Не в тот момент, когда мы просим что-то у Бога, приходит слава на эту землю. Не в тот момент, когда мы просим для кого-то, приходит слава на эту землю. Не в тот момент, когда мы благодарим Бога, при ходе слова в тот момент когда мы свято свято святим его имя освещаем себя своей жизни посвящаем что значит святой святой это значит отделенный для бога который посвятил себя и сказал я господин я господин и бог мой в тот момент когда я господин только тогда слышите меня в этот момент божья слава приходит на эту землю так начинается молитва очень наш очень осущий вечно существующий на да святится имя твое и да будет воля твоя и на земле как и на небе аминь линиями библия об этом говорит высший уровень нашего поклонения когда мы уходим святости его в это надо поверить сегодня нам это дано во христе иисусе можете сказать это аминь иначе и христос напрасно умер иначе он напрасно воскрес слышите меня он умер и воскрес чтобы нас оправдать чтобы нас осветить чтобы нас поднять на эту высоту и чтобы слава божья сошла на эту землю это короткое откровение знаете я хотел еще у пророка с и сая прочитать это один из самых больших пророков ветхого завета я уже заканчиваю пророк и сая 56 глава 6 стиха написано и сыновей на плане иноплеменников то есть иностранцев то есть иноплеменных то есть тех которых призовет господь это не не тот избранный народ кого бог избрал а которым сегодня проповедовалось это говорится про нас и на плане иноплеменников присоединившись господу чтобы служить ему любить имя господа быть ромбами его всех хранящих субботу твердо держащихся завета его чтобы господь бог нам обещает я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы говорит господь все сражения их и жертвы его будут благоприятные на жертвенника моем ибо дома и назовется дома молитвы для всех народов не только для евреев для всех народов вот у нас вот такая церковь у нас интернациональная церковь для всех народов для всех наций мы здесь все одинаковые да мы здесь все равны перед богом и я хотел бы сегодня объявить вот пожертвование мы недавно получили такое откровение о том что пришло время когда нам надо иметь свое здание свое помещение где мы могли бы отдельно собираться и пусть это первое время может мы будем где-то арендовать какое-то помещение но чтобы это было наше помещение чтобы это было наше здание я верю в то что придет время когда мы выкупим что-то здесь какое-то здание достойное и этот дом будет наречен дома молитвы для всех народов я еще раз хочу повторить эту мысль и я думаю что для болгарии это будет очень большая драгоценность когда в болгарии будет церковь которую будет вмещать все нации и эти нации будут все славить и поклоняться богу святости нашего господа иисус христа давайте мы коротко помолимся за пожертвование и вот в эту красную коробку мы сегодня уже можем ложить то на что мы будем в будущем снимать в аренду помещение